В столице открыли центры дополнительного образования Ассел Мура и САС Алеме. Благодаря им юные астанчане смогут обучиться искусству музыки, танца, рисования и даже театрального искусства. Более того, в учреждении открывают центр современных медиатехнологий, в котором дети научатся звукорежиссюре и основам аранжировки. Организовали мероприятия в Акимате столицы. По словам чиновников, главный принцип в открытии таких филиалов – шаговая доступность дополнительного образования и безопасность детей. Ассел Мура и САС Алеме – это новые центры музыкального и художественного образования для столичных детей. Оборудовали их по последнему слову техники – электрогитары, барабаны, фортепиано, студия звукозаписи и даже собственный театр. По словам руководителей центров, главная цель открытия таких организаций – обеспечить общее развитие детей раннего возраста и привить интерес к искусству. Мы планируем здесь открыть центр современных медиатехнологий, где дети будут обучаться основам аранжировки, основам звукорежиссуры. Далее у нас будут традиционные инструменты. Мы все прекрасно знаем, какая сейчас сложность с получением недвижимости, особенно в госструктуры. И сегодня для нас по-настоящему праздник. Очень большая работа ведется в направлении шаговой доступности. То есть вот здесь вот напротив 81-я школа. И дети с 81-й школы, буквально перейдя через дорогу, могут получить музыкальное образование. По словам представителей Акимата, в столице уже есть 11 организаций дополнительного образования, 152 филиала и 10 комьюнити-центров. Ведомцы отмечают, что открыли новые центры в первую очередь по принципу шаговой доступности. По принципу шаговой доступности на первых этажах жилых комплексов предоставляются помещения и выделяются денежные средства для того, чтобы мы могли открыть филиалы, организации дополнительного образования. Это, конечно же, безопасность наших детей. Живя рядом с такими филиалами дополнительных организаций образования, они в течение 50 минут могут уже находиться здесь и получить дополнительное образование. Получить художественное или музыкальное образование в новых центрах сможет любой желающий. Уже в августе пройдут первые прослушивания. По прогнозам руководства, обучить в центре смогут более 100 человек. В Акимате отмечают, что развитие детского спорта и искусства является залогом здоровой нации, тем более в год детей. Саяна Сынакова, Марат Бийцев, Атамикен Бизнес.